Девушки отдыхают 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 Либо ехать к одному краю, либо к другому В любом случае вы успеете выехать сразу к тому моменту Когда туда уже приезжают люди Соответственно, вы не сможете даже куда-то в другую часть карты уехать И всегда все запилы будут происходить именно на выездах с этой арки По крайней мере, если вы будете спавниться под мостом То у вас есть с одной стороны две дороги, как минимум И с другой стороны одна Но все же карта очень маленькая И, допустим, самолетом вообще даже взлететь особо не удастся На самом деле, как по мне, из-под моста Поэтому я не особо хочу видеть эту карту в режиме мини-боссов Дальше у нас идет марсианская карта с грибками посреди карты Она очень хорошая, опять же, за счет его размеров, этой карты То, что мы, опять же, успеваем с середины, если мы появляемся Куда-то разъехаться в разные направления Но и при этом есть целая дорога посредине Где, в принципе, любой самолет может взлететь Поэтому эта карта, как по мне, очень хорошо подходит Мы, опять же, можем поехать, допустим, на одну из баз Или как-то попробовать в уголке зажаться Или еще что-то предпринять То есть тактических маневров здесь прилично у нас будет Дальше у нас пошли зимние карты Это самая первая, самая зимняя карта И, как по мне, это вообще лучшая карта в игре Потому что она идеально балансирует между размерами Динамикой и вариативностью У нас есть разные направления и середина И, допустим, узкие пространства ледника И речка, где, допустим, колесные крафты Очень сильно страдают относительно ховеров Поэтому спаун по центру здесь просто идеален будет Мы сможем уйти абсолютно куда угодно Успеем уйти, но при этом Начало боя не будет затягиваться там на долгие минуты И не будет все сводиться к долгим поискам А где же они спрятались? Потому что здесь особо спрятаться негде Ну, кроме как ледника И это, опять же, попытка, допустим, уйти в ледник Там как-то финтить, обыгрывать Потому что толпой особо не налететь Узкие пространства А уж плазм как будет играть В общем, на этой карте все очень здорово звучит Следующая марсианская карта Которая намного больше Ну, как намного? Она ощутимо больше И здесь вот уже не все так однозначно Конечно же, идеальный спаун будет посередине На мой взгляд Но из-за своих размеров Ну, если спаунить всех посередине То, опять же, все бои будут сводиться Именно вот к центральному направлению А боковые туннели останутся без внимания Вообще, в принципе И ездить даже туда не будет никакого смысла Потому что мини-боссы туда просто не успеют добраться А мелочи туда ехать смысла нет Это слишком долго Там всю команду перебьют Если вы туда поедете Поэтому, как вариант Я предлагаю Предполагаю сделать спаун Допустим, один-два человека в одном туннеле Один-два человека посередине И один-два человека в другом туннеле То есть, мини-боссов вот так вот растянуть Это добавит дополнительной вариативности Дополнительной сложности Дополнительного интереса Потому что мы уже не сможем так просто взять И вот пятером всех задавить всю эту мелочь Нам уже нужно будет какой-нибудь быстрый крафт Чтобы постараться Как-то скооперироваться с союзниками Которые заспавнились в других точках А вовсе не рядом с нами У мелочи, опять же, появится возможность Допустим, зажать Кого-то с одного направления Но при этом с других направлений Их могут с тыла уже накатить И, в общем-то, все это будет играться Куда как интереснее Ежели просто всех в центре заспавнить И мы будем просто съезжаться в одну точку Всегда вовсегда в одну и ту же Без каких-либо вариаций и вариантов Но вообще не факт, что будут такие системы спавна Но если их не будет, это будет грустно Потому что, ну, нужно из этого режима Выжать максимум Тем более, что разработчики не особо спешат Добавлять много каких режимов Что в какой-то степени очень странно Потому что, ну, новый режим сделать не так уж и сложно У нас есть карты Нам нужно только чуть-чуть переписать там скрипты Чуть-чуть отбалансить что-либо И вот, в принципе, там какой-нибудь деф-матч Или, ну, удержание точки посередине Вот вам режим готов И это уже бы освежало наше впечатление Но раз они так подходят скрупулезно И хотят что-то такое индивидуальное И уникальное, возможно, добавить То и ждешь с этого, конечно же, чего-то очень классного Ну, на этом я буду с вами уже прощаться Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны Надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас